Всем привет! Вы на канале Юрист из будущего. Сегодня у нас классный подкаст, где мы поговорим о налогах в России, о налогах в Эмиратах, о построении международного бизнеса. И сегодня мой гость – это Анара Малахова. Это мой партнер по бизнесам в Дубае, теперь по бизнесу в России. Поэтому вы все должны ее знать и должны видеть, насколько она талантлива и как мы вместе строим компанию. Да, всем привет! Я думаю, сегодня будет очень интересно. Да, привет, Анара! Я рад, что ты согласилась сняться в подкасте. Я предлагаю тебе сегодня обо всем поговорить – о налогах, о бизнесе. Я хочу, чтобы все с тобой познакомились. И, в принципе, мы раскрыли наши планы о том, куда мы вместе движемся. Ну, давай чуть-чуть про себя расскажи, вот если коротко там, кто такая Анара Малах? Расскажи. Отлично, очень интересно. Я имею три красных диплома. Я училась в России и в Кембридже. Работала до этого в международных компаниях аутсорсинговых. Работала в большой четверке. Работала в ТМФ. Была в этих компаниях главным бухгалтером Фензи, Монстр Энержи. И шесть лет назад пошла уже в свой бизнес в аутсорсинг бухгалтерии. Мы начали создавать с моей командой такой качественный аутсорсинг бухгалтерии, где мы очень внимательно и трепетно относимся к нашим клиентам. Это главный принцип. То есть мы работаем как одна команда. За весь период нашей работы ни один клиент не расторг договора, ни один сотрудник не уволился. То есть у нас такая очень дружественная, хорошая, теплая атмосфера в работе. Ну и примерно год назад, да, может быть чуть больше мы начали работать уже с тобой вместе. И совместно надо развивать также этот бизнес в части аутсорсинга бухгалтерии в Дубае, сейчас и в России. В общем, кратко вот обо мне. Вообще очень интересная тема, я хочу тоже рассказать. То год назад, когда я часто находясь в Дубае, занимался изучением рынка, думал над тем, как запустить компанию в Дубае. Я изначально думал о юридической компании. Потом я понял, что в Дубае только зарождается налоговая система. И вот это именно тот момент, когда нужно заходить с бухгалтерской компанией, с компанией, которая осуществляет консультирование в сфере налогов. И когда я подумал только об этом, первый человек, о котором я подумал, это была ты. Ты у меня как ассоциируешься с бухгалтерией, с налогами. Я, кстати, расскажу, что Анара и мои компании до партнерства вела как бухгалтер. Я ее, в принципе, рекомендовал всегда. И у меня на канале даже есть видео с ней. В ТикТоке, кстати, отрезок из этого видео набрал там 5 миллионов просмотров. И ты у меня сразу такая, у меня ассоциация. Если бухгалтерия, значит Анара. Это вот такой классный триггер. И я тогда приехал в Москву, позвонил тебе, и вот такая интересная штука, вот я удивился тогда, как маленькая девочка может так принимать решение. Я позвал Анару, говорю, Анар, давай вместе в партнерстве откроем компанию в Дубае. Вот у меня есть такая идея, я точно открываю такую компанию, я вижу своим партнером тебя, так как ты в этом разбираешься. Ты понимаешь, как строить бухгалтерский бизнес. И она как-то ни секунду не колебалась, она мне говорит, слушай, я могу сразу ответить, я согласна, мне это интересно. Да, на самом деле я всегда принимаю решение в первые три секунды, вот по ощущениям. То есть первое, что пришло, обычно то решение и является верным. Я в тот момент действительно ни капли не сомневаюсь, сразу решила, нужно идти вместе. Это было классное решение, потому что через год мы сейчас можем констатировать, что этот бизнес полетел. И сейчас мы уже имеем почти 100 клиентов, в Дубае только. У нас есть амбиции по Катару, по Сауди, по всем странам Мена. И у нас уже есть первые клиенты в Катаре, и скоро появятся клиенты первые в Сауди. Среди наших клиентов, я думаю, что мы можем об этом говорить открыто, это крупные компании из России, это Литуаль, это Аскона. Большую роль в этом сыграла ты, что мы смогли вот это все сделать. И Анара, по сути, там вот эти функции, связанные с бухгалтерским учетом, формированием команды, она это все умеет настраивать очень круто. Спасибо, да, очень приятно. На самом деле это получилось такое очень классное партнерство. И в Дубае сейчас большой наш плюс, да, как я считаю, это русскоговорящие бухгалтера, почему у нас выбирают, да, крупный российский бизнес в том числе, это потому что у нас такой вот подход к аутсорсингу, как привыкли в России, не как привыкли в этом регионе, когда просто у одного индуса или палестинца, пакистанца очень много клиентов, он даже не успевает с клиентами своими пообщаться. У нас бухгалтера не так перегружены, они общаются на русском языке, у них такой же трепетный, душевный, материнский даже, я бы сказала, подход к клиентам, и, конечно, это дает свои плоды, несмотря на то, что мы даже не делали, по сути, никакого маркетинга, к нам приходят по рекомендациям, по сарафанке такие крупные клиенты, крупнейшие российские бизнесы. Да, кстати, по агентствам недвижимости интересная тенденция сложилась, что там топовые агентства недвижимости, где основатели русские, они все наши клиенты, а те, кто не наши клиенты, они становятся нашими клиентами. Вот вчера подписали агентство недвижимости одного крупного блогера, пока не будем говорить его имя, я просто не знаю, он согласен, либо нет. Но, как бы, интересная практика каждый день получается. А вот как ты думаешь, Анар, почему наши российские предприниматели сейчас активно выбирают Дубай и выходят на этот рынок, и почему они там приходят и выбирают нас? Выбирают этот рынок, наверное, в первую очередь из-за того, что очень многие переехали в Эмираты, и там сейчас сформировался определенный покупательский спрос на продукцию. Если так посмотреть, то есть несколько причин для компаний российских, которые туда переезжают. Первая — это компании, которые видят действительно там свою реализацию, то есть они открывают свои магазины, свои агентства, продают свои услуги и товары. Вторая, так скажем, прослойка компании — это те, которым нужны были просто документы, да, и получить там Emirates ID, резидентство, открыть банковский счет, но по факту деятельности они не ведут или планируют вести только в будущем, ну или вообще не планируют на текущий момент. Третье — это, наверное, те, кто просто хотел где-то положить свой капитал, то есть перевести денежные средства и там их хранить. То есть вот несколько причин, почему выбирают нас, как я уже сказала, это из-за особого подхода, из-за того, что у нас русскоговорящая компания, плюс мы можем принимать оплату в России, что тоже актуально. В общем-то, и в принципе понимаем более глубоко налоговую систему, потому что в Эмиратах она все равно только зарождается, и там еще не все поняли, как оптимизировать налоги, как выстраивать структуры корректно для того, чтобы не переплачивать налоги. У нас с нашим российским опытом уже тут просто такой огромный бригграунд, что мы уже различные схемы можем понять, реализовать и найти узкие места и применить в Эмиратах. Я думаю, что это тоже наш, несомненно, большой плюс. Вот так мы можем прогнозировать будущее. Не зря вообще Эмираты про будущее. И я вообще считаю, что на сегодняшний день это место, куда будет все больше и больше людей переезжать. То есть из-за нестабильности в мире, плюс в банках швейцарских блокируют деньги, если по паспорту, если ты русский. Ну сегодня ты русский, тебе блокируют по паспорту. Завтра тебе по армянскому паспорту будут блокировать. Послезавтра еще по какому-то паспорту будут блокировать. То есть мир показал свою нестабильность. И любой человек, это как психология, всегда ищет место для стабильности и приходит в Эмират. А мы как такие помощники получаемся, которые понимаем реальность российскую и можем помогать выйти на этот рынок для любой компании, выйти со своими деньгами безопасно. Потому что выход на любой рынок, это что? Это первое, маркетинг. Второе, это безопасность. Ну о маркетинге никто не переживает обычно, потому что это такое дело, которое просто в результате какого-то анализа, ресерча можно понять, что делать. А вот как обезопасить свои деньги, чтобы тебя не заблокировали, особенно если ты в России работал. Я хочу, чтобы больше, знаешь, раскрыть тебя с позиции того, вот как твои ощущения, да? Как тебе строится бизнес в Эмиратах? На самом деле кажется, как будто бы я дома. То есть это очень интересное ощущение, но в Эмираты, в Дубае приезжаешь, и ты чувствуешь себя как дома, нет какой-то внутренней тревожности, сомнений. И я думала о том, что... Всегда мечтала о том, чтобы иметь глобальный бизнес. Там во многих странах иметь офисы, сопровождать клиентов и так далее. И Дубай — это такая самая лёгкая первая ступень. Несмотря на то, что есть в стране своя специфика, и про неё много говорят, про какие-то там сложности при открытии счетов, но на самом деле счета тоже можно открыть. То есть любой вопрос, его в целом можно решить. То есть не сказать так, что где-то вот затык, как в Европе, да, там открывают компанию, и годами можно там открывать счета. То есть в Эмиратах всё равно всё можно решить. Плюс там тепло, солнечно, хорошо, и можно жить зимой. А я как человек, который вообще не любит зиму, и последние пять лет проводящий зиму где-то за рубежом, Дубай — просто прекрасное место в этом плане, очень безопасно. У меня есть ребёнок, и в этом плане я тоже чувствую, что там не страшно. И строить бизнес мне там очень нравится. Тем более поддерживать наших предпринимателей при выходе на этот рынок. Потому что, конечно, хочется, чтобы наши компании, которые выходят в Эмираты, тоже достигли каких-то высот, реализовались, продвинули свой бизнес, пошли в другие страны. И здесь нам хочется, конечно, им помочь не потерять на налогах, не получить какие-то штрафы, чтобы наши клиенты и, в принципе, российский бизнес, который там открывается, знали обо всех тонкостях по налогам. Потому что у многих сформировалось такое неполноценное понимание относительно Эмират. И за это, конечно, иногда тревожно, потому что не все понимают о том, что важно, например, вести учёт или важно вовремя встать на налоговый учёт. Очень много разных мнений. То есть множество консультантов в Эмиратах, каждый говорит, ну не каждый, но многие говорят по-своему, то есть у каждого своё видение. Кто-то говорит, нужно вести учёт, кто-то говорит, не нужно. И предприниматели, они не садятся читать закон. Они вот где-то в интернете прочитали или от какого-то консультанта услышали и думают, что это так. Но на самом деле, например, вести учёт его нужно. Регистрироваться даже если компания продаёт на экспорт в качестве налогоплательщика нужно и за это штраф. И, конечно, хочется помочь предпринимателям не совершить ошибки, не потерять налоги на налогах, потому что пень и штрафы огромные. И, конечно, в этом плане хочется помочь нашим предпринимателям не потерять, сэкономить и, в общем-то, так максимально легко и просто работать на этом рынке. Ты очень важную штуку такую подметила, что мы, по сути, всё, что мы делаем, это сейчас огромная польза и в том числе для страны, для наших предпринимателей, для людей, которые себя могут реализовать в плане того, что мы можем помочь легко, просто выйти на зарубежный рынок. Это очень круто. Я вот только сегодня утром общался с Яло Маркетом, с Лео, относительно продвижения одного русского бренда на рынке Эмират. И, оказывается, можно путём двух сообщений можно их вывести на целый огромный рынок в регионе Мена, написав основателю маркетплейса, например. И в этом наша сила. Мы можем с помощью нашей огромной клиентской базы синергировать бизнес. И кроме того, что помогать законно туда финансы свои вывести, помогать выстраивать налоговый, финансовый учёт – это база любого бизнеса. Мы можем их ещё помогать друг с другом скрещиваться и приносить друг другу пользу. И не просто так. Я хочу сказать, что я же тебе рассказывал, что я как-то проанализировал, что все глобальные консалтинговые компании, которые существуют в этом мире – это Большая Тройка, Большая Четвёрка, это все, даже Маккензи, у которого сейчас нет бухгалтерского учёта, они все начинали своё международное масштабирование с бухгалтерского учёта. То есть у них основное подразделение – это бухгалтерский учёт, который идёт за своими клиентами. То есть оно не идёт в рынок и ищет клиентов, а идёт за своими клиентами. И таким образом создаётся международный бизнес. Ещё я заметила очень такую позитивную вещь в Эмиратах – это то, что там легче нетворкинг. То есть в России, чтобы достучаться до какой-то крупной компании, нужно пройти большое количество согласований, и не факт, что у тебя получится выйти на какое-то лицо, принимающее решение. А в Эмиратах как будто все открыты, более открыты. Мы встречались с семьёй, которая принадлежит правопредставлению бренда Филипп Моррис в регионе Мена. То есть и сотрудник, человек, он просто пришёл с нами на ужин, угостил нас. То есть люди там более открыты, там более качественный, лёгкий, простой нетворкинг. И это, конечно, тоже очень упрощает ведение бизнеса. То есть ты можешь легко достучаться до нужной компании, до покупателя, до поставщика, потому что все как-то более открыты, сплочённые и более френдли. Ну, я хочу заметить, что самое главное понимать, что это вот этот бэкграунд, который есть, да, то есть у тебя есть опыт определённый, и он там просто аккумулируется и даёт буст, там, x10 ко всему, да. И надо обязательно ценить свой опыт предыдущий. Я для себя такое решение. Кажется, конечно, сначала, что там приходишь, это потому что это Эмират, и нет, потому что ты такая, или там я такой, или мы такие вместе, да. И поэтому всё так легко получается на новом рынке. Мы ещё с Анарой решили, что есть Эмираты. У нас есть огромное количество запросов по России. И мы поняли, что здесь нужно делать такой продукт, как бэк-офис на аутсорсинге для России. Такая идея пришла, кстати, после взаимодействия с разными онлайн-школами, которые представлены в Эмиратах здесь, с теми, кто торгует на маркетплейсах в Эмиратах и здесь. И это такой будет прикольный продукт. Чуть-чуть хочу перескочить на тему России. Как ты думаешь, что вообще будет происходить в России? Мы поняли, что в Эмиратах всё круто. Что здесь с бизнесом будет происходить? Кругом ты всё равно каждый день общаешься с разными предпринимателями. Кругом проверки блогеров, проверки торговцев на маркетплейсах. Вчера вот встречался с одной клининговой компанией крупной. У них там выездная налоговая проверка. У всяких агентств недвижимости налоговые проверки. У всех проблемы. Куда мы идём? Как ты думаешь, есть смысл вообще вести бизнес в России? И чем мы с тобой можем быть полезны для этого бизнеса? Естественно, я считаю, что есть смысл вести бизнес. Как-то его не продолжать. Да, конечно, есть свои сложности, но и к ним можно адаптироваться, правильно выбрав подрядчика. Как минимум по бухгалтерии и юридическому сопровождению. А все мы уже привыкли более-менее к проверкам по НДС, что налоговая просто на раз-два вычисляет все эти схемы оптимизации налогов. И у нас в России больше 350 клиентов по бухгалтерии на сопровождении. И уже все отказались от этой оптимизации, когда просто покупается бумажный НДС, так скажем, или какое-то обналичивание. Невки повешивается и НДС, да? Потому что это все равно рано или поздно, но прилетает. И с НДС уже все более-менее привыкли. И сейчас налоговая начала более активно проводить проверки по дроблению бизнеса, и мы все это прекрасно заметили на примере громких кейсов с блогерами и негромких, о которых мы знали. То есть действительно налоговая становится все более и более технологической, тщательно проверяющей и так далее. Просто тут нужно правильно организовывать юридическую бухгалтерскую структуру бизнеса. Мы с этим очень активно помогаем. Мы строили эти структуры для большинства, я не буду сейчас называть русских, крупных компаний российских, да, крупных компаний. Прекрасно понимаем, как работают франшизы, агентские договора и так далее. То есть на самом деле нужно просто правильно организовать юридическую бухгалтерскую структуру. Может быть где-то чуть больше заплатить налогов, ну то есть не по упрощенке или не по патенту, да, много раз. Более правильно и тщательно организовав структуру, выстроив, может быть даже без дополнительных доплат, но правильно организовав структуру с надежными и качественными подрядчиками, все это можно отладить и не переживать за проверки. Вот ты хорошую тему затронула. Сейчас вообще инфобиз зарабатывает большие деньги, да. Те, кто продают свои товары на маркетплейсах, тоже зарабатывают огромные деньги, огромные обороты. То есть те, кто приходят, я уже когда вижу компанию с оборотом там 500 миллионов, кажется, они там начинающие. Потому что огромные цифры на самом деле. А ты там возьмешь крупную строительную компанию, у нее оборот может быть 500 миллионов, они там почти ничего, чистой прибыли быть очень мало может быть, да. И вопрос в чем, что вот такой бизнес, как маркетплейсы, инфобизнес, они не привыкли иметь расходы на бэк-офис. И мне кажется, сейчас у нас такая задача стоит, научить, если ты ведешь серьезный бизнес, ты должен привыкнуть к тому, что у тебя должны работать профессиональные юристы, профессиональные бухгалтера, и тебе не обязательно уметь нанимать таких людей. И ты таких профессионалов сложно тебе будет нанять на постоянку в штат. Тебе проще прийти к нам и купить за те же деньги, экспертизу, которая стоит там много миллионов. Потому что мы можем изнутри видеть сотни бизнесов. Примеры этого, это как раз те наши клиенты, которые есть в последнее время, это крупнейшие там предприниматели сферы. Инфобиза, крупнейшие продавцы на маркетплейсах, но на маркетплейсах этих крупнейших продавцов вообще очень много, но все равно. И мне недавно позвонил один клиент после там трех консультаций, и говорит, слушай, а я подумал, может мне платить НДС? Я говорю, классно, ты очень мудрый человек, о чем мы и говорили. То если у тебя есть производство, научись платить НДС, закладывать это в себестоимость товара. Да, согласна. На самом деле, даже вот проводя аудит, можно найти такие примитивные ошибки. Например, заходишь на сайт клиенту, просто открываешь сайт. Реквизиты одного ИП, оферта на другого ИП, оплату он с этого сайта принимает на третье. И сразу понятно, кто в этой схеме, кто участвует. То есть налоговики, они такие же люди, они также зайдут и откроют сайт, найдут его, посмотрят, чьи реквизиты, потом посмотрят, кто чем занимается, и объединяют это в группу. То есть на самом деле, даже вот такие вот вещи мы проверяем. IP-адрес, то есть один бухгалтер срешлет из-за всех отчеты. Ну то есть и много-много вот таких вот мелких факторов. Потом все они воедино говорят о дроблении бизнеса. Или как еще часто я слышу от предпринимателей, которые приходят за советом, мне говорят, ну мои все коллеги по цеху так делают. Ну все работают по патенту, там 20 ИПшек, одна онлайн-школа, и каждый принял по 50 миллионов за обучение. Ну то есть все так делают и никого не проверяют. Вот это вообще просто супераргумент. И недавно вот Лерчик в одном интервью, я часто отслеживаю вот такие интервью, она говорит, что ну все так делали, и мы делали, откуда мы знали. Эта культура будет только появляться, и мы, скажем так, мне кажется, участвуем в этом процессе. Мои видео смотрят многие инфопредприниматели. Вот я хочу сейчас ко всем обратиться. Ребят, научитесь платить налоги и тратить деньги на бэк-офис. И это существенно облегчит вам возможность масштабирования. Вот недавно разговаривал там с одним товарищем, который работает с Михаилом Гребенюком. У них школа, тоже большая онлайн. И они рассказывают, что у них точкой роста стало то, что они в один момент решили на ИП начать платить НДС. Когда они решили начать платить НДС и заложили в стоимость курсов эти там 20%, у них кратно пошел рост. То есть они там в этом году планируют уже там миллиард пробить официальной выручки. Да, на самом деле я тоже слышала, не так давно встречалась с клиентом, и он мне говорит, Анар, мы просто боимся дальше расти, потому что мы боимся начать платить НДС, и мы специально останавливаем наши продажи. То есть мы специально летом уходим всей командой в отпуск, чтобы не росли продажи, потому что мы просто боимся дальше расти. Я так думаю, ну вообще, конечно. Отказ от прибыли, это как в анекдоте, знаешь, типа и вам налоги не заплачу, и сам не заработаю. Я для себя вообще понимаю, что наша миссия, да, это помогать предпринимателям расти, развиваться, не бояться налогов, и мы действительно получаем от этого большое удовольствие. То есть нам действительно хочется помочь нашим клиентам и всем, в принципе, предпринимателям расти, развиваться, и не переживать за то, что они переплатят налоги, или что к ним придет ЭБЭП, или налоговый, или что их посадят, или так далее. То есть что в Эмиратах, что в России, что в любой стране, где мы присутствуем, наша миссия — это помогать предпринимателям, чтобы они чувствовали себя безопасно относительно налогов, бухгалтерии и юридической составляющей. Я часто даже команде напоминаю и транслирую эту тему. Мы служим нашим клиентам. И в этом нет ничего плохого. В этом есть только плюс. Через служение можно делать результаты, помогать. И как у нас в дубайской компании, у нас лозунг компании, у нас прямо в названии, дуит в логотипе, то есть мы делаем. И иногда, знаешь, нет ничего более полезного, чем просто делать нормально свою работу. Я также считаю, что мы на самом деле и клиентам мы это часто доносим, и с командой обсуждаем, что мы одна команда. Я даже не люблю слово клиенты, я люблю партнёры. То есть мы с нашими клиентами, всё-таки, когда сейчас скажу, чтобы было понятно, мы одна команда. То есть растут они, растём и мы. И мы всегда прикладываем все усилия для того, чтобы они росли, давая им и наши связи, и нашу инфраструктуру, знакомство, помощь, поддержку, консультации, масштабирование, выстраивание структуры компании. То есть делаем всё для того, чтобы они росли, и мы росли вместе с ними. И это круто. Классным примером этого является один из наших клиентов. Все, наверное, слышали про НИОМ, про огромный город будущего, который в Сауде строится. И у нас один из клиентов выиграл тендер, он участвует в строительстве НИОМ. И он пишет мне сообщение, говорит, Сымбат, мы всё, мы в Сауде уже вышли, мы работаем с вами по Дубаю, пошли с нами в Сауде. И это подтолкнуло нас туда полететь, разобраться. И вот сейчас мы благополучно там начнём работать, я думаю там с сентября, с октября уже представим для клиентов нашу компанию в Сауде. И вот это такой маленький пример того, как мы друг друга можем усиливать, быть партнёром. Я люблю перескакивать с темы на тему. Ты классно затронул тему. У нас есть наша, есть миссия компании, есть то, что мы делаем. А вот хочу всё-таки я для всех тебя больше раскрыть. И вот, а как ты видишь свою миссию? Вот свою миссию, как девушки, как женщины, как человека, и где ты себя видишь через пять лет? Интересный вопрос. На самом деле, я всегда хотела создать компанию, вот первое, что мне приходит на ум, я всегда хотела создать компанию, которая будет жить намного дольше, чем я, чтобы её продолжали при желании дети, внуки и так далее, чтобы она там просуществовала пятьсот лет и более. И то есть мне действительно хочется создать компанию, которая не просто сейчас в моменте заработает деньги и всё в конец лета. То есть цель – это не деньги, не что-то материальное, это более такой создать продукт, который будет с очень длинным сроком жизни. И чтобы этот продукт, он действительно помогал предпринимателям. Вот как я сказала, миссия компании, она очень перекликается с моей миссией, то есть помогать предпринимателям, выстраивать бизнес законно и безопасно. И, конечно, это вот в плане бизнеса это такое, одно из основных. В плане личного развития я в целом за то, чтобы жизнь была яркой, интересной, я очень люблю путешествовать, мне хочется съездить в Кению, на сафари, я прям мечтаю. Я хочу очень в круиз, потому что у меня было плач, но сорвалась поездка, тогда была пандемия, и просто круизы не ходили, так скажем. Я хочу съездить в круиз и хочу съездить в Америку. Я тоже подавала на визу, потом закрылась консульство, в общем, визы у меня сейчас нету, хочу получить визу в Америку. То есть это тоже такая вот яркая часть моей жизни, это путешествие. Цель на пять лет ещё, конечно, семью создать, чтобы было, ну то есть для меня семья это тоже очень важно, чтобы было тепло, уютно, хорошо дома. Я вообще свою жизнь всегда оцениваю по колесу баланса, чтобы она была со всех сторон заполнена, то есть это и здоровье, и саморазвитие, карьера, финансы и так далее. Ещё, кстати, я вот недавно думала, вспоминала, что у нас есть клиент, который обучает плаванию. Ты, по-моему, тоже, да, с ними плавал. Хочу проплыть какой-то марафон, либо пробежать марафон. Ну, это может быть для галочки, но в то же время тоже такое яркое событие в жизни, которое как-то позволяет чувствовать какой-то больше наполненной жизнью. А вот относительно того, что ты сказал о планировании за пределами своей жизни, это очень глубокая тема. Я сам её осознал только с рождением детей. И это классно, когда ты можешь смотреть, горизонт твоего планирования не твоя жизнь. Потому что это вообще, по сути, вот эти там 60, 70, 80 лет, это песчинка во времени. А горизонт планирования 300, 500 лет. Я вот говорю, представь там твоя дочь акционер КПМГ. Ну, условно, вот для меня является это примером. Да, там КПМГ, Маккензи, ПВС. Представь, вот твоя дочка акционер. Вот это же невероятная мотивация. Или твоя внучка. Слушай, мне так сейчас захотелось тоже позадавать себе вопросы. С твоего позволения побуду тоже, да. в твоей роли немного. Расскажи свои ощущения Дубая. Вот так же аналогично. Как ты это чувствуешь в первую очередь? Потому что мы с тобой много обсуждали, да, что всё идёт с чувств, с эмоций. Как ты ощущаешь Дубай? Как ты ощущаешь Россию? Как ты ощущаешь себя там, тут? Расскажи подробнее. Я часто говорю, что я понял, что в прошлой жизни я точно был человеком вот из этого региона. Был арабом, наверное. Или, может быть, я где-то там жил. Для меня там максимально комфортно. Я там чувствую себя как дома. И, в принципе, даже языковой барьер, который для меня, он есть, я английский не так хорошо знаю, это вообще не проблем. Мне супер комфортно. Я готов там жить больше времени, чем здесь. и я уже для себя принял решение, что я буду там находиться большую часть года. С точки зрения построения бизнеса, да, я понял в Дубае, что мы выбрали классную нишу, мы выбрали классное направление, классный формат, и мы его будем масштабировать. Всё, всё просто, не надо ничего выдумывать, делай то, что получается, и всё. И третье, я понял свою миссию, я её по-разному всегда пытался формировать, я всегда про смыслы, и в Дубае для меня пришло чёткое осознание, что моя суперсила находится в сфере усиления людей. Усиление через мои разные компетенции, в том числе, в первую очередь, конечно, я как юрист имею очень большой бэкграунд и компетенцию, но вторая моя компетенция, это возможность прогнозировать очень большая аналитическая способность, я поэтому юрист из будущего. И вот на основании вот этих двух каких-то своих суперсил я могу реально приносить пользу. И вот моя суперсила это соединять людей друг с другом, соединять компании, выводить бизнесы на рынок. И наша компания точно станет такой площадкой, она уже является такой площадкой, даже не то, что станет, уже является. Важная мысль, которую я хочу тоже поделиться, потому что для меня построение бизнеса в сфере бухгалтерского учета, это новое. Что я понял вообще? Что есть вообще в сфере услуг, я раньше работал в сфере юридической. Что такое юридическая сфера? Когда ты решаешь проблемы людей. То есть юридическая в России, это решение проблем людей. и такой бизнес требует постоянно вкладывания туда энергии. Я сам по себе человек положительный, созидательный, и вот нужно вкладывать туда больше такую, вот эту всю свою положительную энергию отдавать, для того, чтобы менять вообще расклад. А есть бухгалтерский бизнес. Что такое бухгалтерский бизнес? Это когда тебе человек доверяет управление своими финансами. Но это не на 100% управление, но ты ведешь учет финансов, говоришь ему, сколько ему нужно заплатить налогов, как ему сэкономить налоги, и все, что связано с деньгами, это контур положительных эмоций. У человека не вызывает негатива процесс вообще учета своих денег. То есть кто? Все же любят считать деньги, да? Свои, чужие, любые. И это разная концепция бизнеса. И я понял, ведя этот бизнес вместе с тобой, что я хочу поменять концепцию, вообще взгляд к юридическому бизнесу. Я не хочу заниматься решением проблем и находиться в негативном поле. Хотя на этом я заработал большие деньги и до сих пор зарабатываю. И это мой основной бизнес был до открытия бизнеса в Эмиратах. Я понял, вот наш продукт нынешний, что мы можем заниматься ведением юридическим сопровождением бизнеса не на стадии, когда есть проблемы, а на стадии, когда все хорошо. Просто сопровождать, чтобы не было проблем. И самая важная мысль. Не брать на решение проблем тех клиентов, которые не являются нашими действующими клиентами на обслуживании. То есть, когда к тебе уже приходят с проблемой, не надо вообще брать таких клиентов. Это тормозит развитие. Вот эту тонкую грань нужно понимать и как бы с учетом ее стоит бизнес. И вот мы вместе будем делать именно такой бизнес, который позволит вот так развиваться. Да, классно. Я пока ты говорил, поняла еще, что мы не упомянули, что мы можем вообще по всем этапам сопроводить, или, может быть, мы говорили, по всем этапам сопроводить бизнес при открытии в Эмиратах. То есть, начиная от выбора места, где зарегистрироваться, фризона этой или мэнлэд, подать документы, зарегистрировать компанию, помочь с открытием счета, помочь с налаживанием бухгалтерии, даже помочь с поиском первых покупателей. То есть, на самом деле, вот услуга такая комплексного выхода на рынок Эмиратов. То есть, все под ключ. И юридическая поддержка, и бухгалтерии. Да, вчера встречался ко мне, приезжал в офис руководитель одной компании. Компания занимается экспортом из России, производит здесь всякие штуки, связанные с парфюмерией, скажем так, компоненты, из которых делают парфюмерию. И они хотят выйти на рынок Эмираты. И вот я понял, мы когда с ним общались, он говорит, слушай, вот смотри, нам нужно зарегистрировать компанию. Второе, построить, выбрать землю, построить производство. Третье, открыть там счет в банке. Четвертое, выстроить финансовый контур и помочь нам законно из России туда вывести деньги. Не через схемы, не через крипту, а в белую. Когда мы это сделаем, нужно будет нас сопровождать в этом во всем и помочь нам выйти там на местные маркетплейсы, чтобы это все продавать. Если нужно, помочь нам экспортировать там в Катар, в Сауди и в другие страны. Я ему говорю, мы вот степ-бай-степ уже сейчас можем все это сделать. И еще та услуга, которая мне тоже кажется очень интересная и классная нашей в России, это услуга гендиректора. Да, то есть гендиректор на аутсорсинге. Классно, да, вообще? Расскажи тоже поподробнее. Гендиректор на аутсорсинге. Вы, находясь в Эмиратах или в любой другой стране, сейчас есть много предпринимателей, которые уезжают, и у них проблема, как операционно управлять в России бизнес. Мы берем не как физлицо, как компания. Берем на себя функцию личного исполнительного органа в компании, то есть функцию директора. Берем на себя ответственность за правильность ведения бухгалтерского учета, налогового учета, за правильность сдачи всех налоговых деклараций, там всех налоговых деклараций, оплаты налогов, и сопровождаем вас в бизнес. Но при этом есть важные условия. Мы должны в этом случае вести вас на комплексном сопровождении бухгалтерском, юридическом, и взять на себя функцию гендира. И тогда вы с себя функции всего бэк-офиса сняли, вы, можно сказать, директор вышел из операционки, и управляет только исполнительный директор компании. А мы берем на себя все риски. Это классная функция, которую мы можем обеспечить. Мне кажется, мы такую функцию можем даже на рынке Мена сделать, и там тоже это будет востребовано. Да, причем были даже несколько запросов, потому что все равно некоторые компании хотят какого-то местного представителя, который будет в стране находиться, даже подписывать документы, куда-то ездить. То есть действительно у нас уже пару запросов на эту услугу было. Да, классно. Ну, значит, запустим эту услугу и в Эмиратах. В общем, все, знаешь, так в правильном русле распаковывается. Все делается для нас. И вот этот подкаст, это такая отправная точка, в которой мы должны понимать, что мы строим международную компанию. Такие амбиции у нас есть. Эти амбиции уже удовлетворены тем, что у нас есть офисы в разных странах. И мы будем максимально масштабироваться. И наша цель там за пять лет охватить весь регион Мена, как минимум полноценно, создав там всю инфраструктуру для бизнеса. А мы с тобой уже там для себя решим, в какой роли мы в этом будем участвовать, как собственники только, или как люди, осуществляющие функции директоров, или другие функции в этих компаниях. Этот масштаб, он реален уже сейчас. И это очень круто. Да, согласна. Спасибо тебе большое на самом деле. Да, спасибо, Анара. Я думаю, вот на такой положительной ноте мы можем закончить наш подкаст. Я хочу вас всех призвать и прорекламировать наш бизнес. Первое. Если вы хотите выйти на рынок Эмират, вы всегда можете обратиться к нам. Мы станем вашими проводниками. Второе. Если уже вы есть на рынке Эмират, на рынке Катара, либо в Сауди, вы можете обратиться к нам. Мы выстроим для вас бухгалтерский учет. Третье. Если вы в России хотите вести свой бизнес, вам нужны функции бухгалтера, юриста, аудит нужен, налоговое консультирование, вы тоже можете обратиться к нам. Мы все для вас сделаем. И самое последнее. Если вам нужен аутсорсинг функции генерального директора, вы хотите жить в Дубае, кайфовать, и чтобы в России не переживать о последствиях ведения бизнеса, мы обеспечим безопасность его путем взятия на себя ответственности на позиции генерального директора. И это очень круто. Особенно блогеры, торговцы на маркетплейсах и все, кто любят очень дробить бизнес, обращайтесь, мы вам поможем. Всем спасибо. С вами был юрист из будущего. До связи.